И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, мы продолжаем наши прямые эфиры, и Владимир Горбач у нас сегодня в студии, он представляет Институт Евроатлантического Сотрудничества. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Давно вы у нас не были, надо чаще. Почти год, наверное. Это недопустимо просто. Или полгода, может быть, да, сейчас смещенное ощущение времени, иногда год кажется за целую жизнь. Вот это правда. Ну, хотела начать, наверное, может быть, не с внутренней политики, а с внешней, где вы тут точно профи. Ну, вот скажите, визит Меркеля к Трампу, как-то о нем писали, сказалось много, ну, может быть, даже поверхностно. Что это было? Зачем это было нужно Меркель? Давайте посмотрим именно не просто вот взагалей, а с точки зрения интересов Меркель, интересов Трампа, ну, и потом, конечно, интересов Украины, если получится. Ну, во-первых, зачем это было нужно? Для личного знакомства, конечно же, потому что у Меркель был основной внешнеполитический партнер до Трампа Обама. И надо сказать, что это партнерство было очень успешное и, ну, как бы взаимовыгодное. И, ну, как бы, они нашли друг друга, да, Обама с Меркель. И, как бы, их взгляды на международную политику очень много совпадали, сильно совпадали. Ну, а после этого уже, как бы, и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, где Германия является фактически лидером неформальным, они вели такую согласованную политику, в том числе, кстати, и по отношению к российско-украинскому конфликту. Эта политика была согласована, ну, двигались, как бы, параллельными курсами. Те же санкции вводили почти одновременно, ну, друг за другом, но, тем не менее, одинаковые почти санкции. И политика была та же. Все это было на контрасте с предыдущей эпохой, эпохой Буша, когда мы помним очень сильное разногласие между, ну, на примере той же Иракской войны, да, когда американцы там с британцами воюют, а французы с немцами это саботируют, да, или даже там Шерак и Шрёдер это все осуждают. И вот теперь возникла, с победой Трампа и республиканской партии возникла новая ситуация, когда, в принципе, можно было опять свалиться в ту эпоху Буша, грубо говоря. Я не имею в виду точь-в-точь повторить те же самые действия, но, по крайней мере, Трамп дает, продолжает давать, понять, что он не заинтересован в, ну, как бы не очень сильно заинтересован вот этой солидарности с Европой. Более того, он открыто поддерживает Brexit, да, поддержал выход Великобритании из Европейского Союза. Он открыто, уже будучи президентом, да, критикует Европейский Союз как таковой, как организацию. Это, конечно же, не нравится европейскому истеблишменту и, прежде всего, немцам и французам, как ядру Европейского Союза. И они этим очень сильно обеспокоены. Я бы даже сказал, что сильнее обеспокоены и глубже, чем конфликтом в Крыму и на Донбассе. Потому что это касается непосредственно их жизни, их, в том числе, благополучия, и не только экономического, материального, но и с точки зрения безопасности. Потому что критика идет, в том числе, и в контексте НАТО. Европейцы не доплачивают за американскую услугу обеспечения безопасности, как утверждает об этом новый американский президент. Поэтому все это очень такая большая и сильная интрига. Она долго достаточно длится еще с избирательной кампанией Победы Трампа. И ныне вот этот визит, визиты европейцев пока, что мы видим? Визиты европейцев за океан в Вашингтон. Тереза Мэй была первой. Из лидеров главправительств, теперь канцлер Меркель. Они пытаются выяснить, в каком мире они оказались. Что это за новый прекрасный или опасный мир президента Трампа. Адекватен ли этот человек, на самом деле? Личное знакомство для чего нужно? Для того, чтобы составить личное мнение о характеристике своего визави. Которое у Меркель уже опыт, я думаю, различать людей. Да, конечно. Одно дело смотреть по телевизору и совсем другое дело читать твиты короткие. Это одно впечатление. Но когда видишь человека, следишь за его реакциями, мимикой и жестами, то в принципе можно составить свое впечатление какое-то целостное о человеке. Ну и нужно сказать, что, наверное, визит удался. Не нужно было, конечно, ожидать от этого колоссального прорыва. Но, по крайней мере, то, что они спокойно поговорили и что Трамп пока соглашается с тем, что говорит Меркель, это уже хорошо. Он демонстрирует, что он отдельно, все-таки океан разделяет эти страны. Но, тем не менее, какой-то такой грубой критики, безапелляционной со стороны Трампа не прозвучало. Очень вселяет надежду то, что он все-таки на брифинге или пресс-конференции мало говорил от себя, а больше читал по тексту. Это говорит о том, что аппарат Белого дома все-таки начал работать и следить за речью своего президента. Ну, вы считаете, вот там же подводили итоги, вот для Украины, для украинских интересов. Поменял что-то этот визит или нет? Вот впервые не прозвучало, когда Меркель говорила, она сказала «суверенное государство», но она не сказала «целостное» впервые. Вы заметили или нет? Я нет. Устная речь, не всегда все в ней можно высказать так, как пишутся документы, например, Еврокомиссии, которые читаешь и не понимаешь, о чем речь. Потому что сильно много терминов, и они идут все в одном предложении или в одном абзаце. В устной речи такое допускают. Не всегда все можно сказать, свою позицию описать. Поэтому тут главные выводы из встречи Меркель с Трампом для Украины. Во-первых, боязнь или опасение каких-то таких неосторожных движений Трампа в рамках НАТО были сняты. По большому счету он сказал, что это то, что объединяет, это вот та тема, которая ему близка. И он не собирается выходить, по крайней мере, из Североатлантического альянса. Но Германия должна заплатить за американскую услугу. Это было тоже, как бы сказано, почти постфактум. Но тем не менее, Меркель говорит, да, мы будем это делать, но не сейчас, а в 2024 году. Как-то они, в принципе, поняли друг друга, о чем речь. Не стали там, так сказать, раздувать эти противоречия до уровня конфликта. Для Украины это хорошо. То, что НАТО остается НАТО и будет усиливаться. А другой вывод, это то, что фактически Трамп принял позицию Меркель по этому регулированию на Донбассе. Минск. Да, хорошо это или плохо для Украины, пока сложно сказать. Это зависит от того, хорошо или плохо для Украины сам Минский процесс. И не так процесс, как вот эти вот, то, что называется договоренностями. Но и хорошо, и плохо. Но, по крайней мере, что это означает, что Трамп пошел в фарватере Меркель в этом вопросе? Во-первых, у него нет своей позиции. Ну, как по позиции, у него нет своего рецепта, что делать. И поэтому он решил причалить к тому берегу или присоединиться к точке зрения, к подходу Меркель к этому вопросу. Ну, и это еще во внутриамериканском контексте, это означает, что Трамп встал на позицию Обамы, на самом деле. Не говоря об этом пока ничего. Но, по сути дела, да. Поручение или делегирование Меркель лидерства в этом урегулировании или посредничестве в войне на Донбассе, это продолжение политики Обамы, самоустранение от вопроса и выдвижение в первый ряд именно немецкого канцлера. Ну, тут хорошо сыграет слово «пока», наверное, да? Да. Ну, пока, потому что конец этому пока уже фактически приходит. И то, чем дорожил, почему Меркель дорожит этими минскими договоренностями, она их рассматривает как инструмент удержания ситуации в тех рамках, в которых они есть. То есть удержать ситуацию от дальнейшей эскалации, это как бы идея фикс. Ну, вот то, к чему немецкая внешняя политика стремится, и то, на чем она делает самый главный акцент. То есть не допустить дальнейшей эскалации конфликта и увеличение количества жертв в каком-то геометрической прогрессии, поскольку эскалация именно так может развиваться. Это самое главное, что они видят. И пробовать регулировать процесс в рамках того документа, который подписала Российская Федерация. Потому что другого документа нет, просто-напросто. На другое ничего россияне не соглашаются. Поэтому идет конфликт интерпретации. Но в последнее время уже наметилась финальная стадия этой всей игры, поскольку и россияне... Под названием Минской договоренности? И украинская сторона тоже вынуждена делать с блокадой, например, шаги, которые российская сторона трактует как односторонний выход Украины из Минских договоренностей. Поэтому эрозия Минских договоренностей, она уже дошла до той стадии, когда ни у кого никакой веры нет в том, что это можно сделать в принципе, выполнить эти соглашения. Но и другая альтернатива не озвучена. И тут, я думаю, ключевой фактор это тоже Меркель. Тоже Ангела Меркель, поскольку она как политик, публичный политик, лидер Германии нынешней, она вышла на финишную прямую избирательного процесса в самой Германии. В начале сентября пройдут парламентские выборы, и Ангеле Меркель, как международному деятелю, ее даже пресса американская назвала во время визита за океан, что лидер демократического мира встретится с Трампом. Все поменялось. Уже не американский президент лидера демократического мира, а немецкий канцлер. И ей это, конечно же, нужно в том числе и для выборов, для позиционирования себя перед своим электоратом, как лидера международного масштаба, успешного лидера. И если нельзя достигнуть успеха в выполнении этих минских соглашений, то надо хотя бы протянуть их до момента голосования, что от них еще не отказались в стороны процесса. То есть не показывать, что априори это была ошибка. Ну, как бы ошибка это или не ошибка, это сложно сказать, потому что неизвестно, какая ошибка была бы больше или глубже. Потому что это не работа, как временный инструмент. Это на какое-то время сработало. Но, естественно, что это не стало инструментом решения всего, и не могло им стать, судя по тому, как был выписан этот данный текст. Нужно было понимать изначально, что это рамка для того, чтобы держать стороны в каких-то условиях хотя бы, поместить их в какие-то рамки. Именно этим мы пользовались. Немецкая дипломатия, французская и американская, которая стояла за ними, у них за спиной. Возвращаясь к Украине, очень часто было так, что все такого рода встречи, где говорили об Украине, но за спиной, но без Украины. Такое бывает. Люди же, когда встречаются, могут говорить о чем угодно. И, как правило, раньше все-таки украинской стороне об этом сообщали, о содержании разговора. Информировали. Если рассматривали Украину как партнера, то партнера информировали о сути разговора. Так было и во время американских переговоров с россиянами или российских переговоров с Меркель тоже. То же самое. Думаю, что, допускаю, что немецкое внешнеполитическое ведомство информировало украинскую сторону о содержании разговора с Трампом в части, которая касалась Украины. Но, опять же, судя по официальным сообщениям, все выглядело так, что Трамп согласился на условия Меркель. Вы хорошо сказали, что Меркель дорожит минскими соглашениями. И так, как есть ситуация, как есть. Вот тут два хотелось бы уточнение сделать. Как есть или как ее понимает Меркель? Это вот все-таки есть тут небольшая разница. Есть. Я думаю, что сильная разница есть. Давайте на этом немножко остановимся, потому что сейчас это очень важно. Потому что, если посмотреть, к чему привела сейчас блокада, ведь надо понимать, что бы там кто ни говорил, когда президент Порошенко пошел на открытую блокаду, то есть он принял какое-то решение. И мы это прекрасно понимаем. И когда все рассказывают, говорят, что он там пошел на поводу, то, ну, я думаю, что аналитики, которые анализируют ситуацию, понимают, что президент знал, какой шаг он предпринимает. И вот, ну, а иначе... Ну, не знаю, надо у него спросить. Ну, а вот вы как думаете? Ну, смотрите, начнем мы с Меркель, как она воспринимает процесс войны на Донбассе, как есть на самом деле. Конечно же, разница есть. Ее не может не быть, поскольку... И мы видим, в принципе, эволюцию, не только точки зрения Меркель, а всего западного политикума, эстеблишмента, даже аналитики тоже эволюционируют в своей оценке того, что там происходит. В какую сторону, сразу скажите? В сторону понимания. В сторону понимания. Потому что изначально понимания не было вообще никакого. Изначальное представление о конфликте на Донбассе было такое, что это внутренний, как бы, гражданский конфликт. Пока там не сбили Боинг, пока не появились доказательства наличия не просто оружия, вооружений российских, но и российских военнослужащих. До того момента было воспринимать, что это какой-то внутренний конфликт и это внутренняя проблема самой Украины. И минские вот эти договоренности, они во многом были обусловлены именно таким пониманием ситуации на Западе. Уже когда Россия даже вторгалась, то было воспринято такое понимание, что она вторгается практически или почти вынужденно для того, чтобы поддержать какую-то сторону во внутреннем конфликте. И вот эта иллюзия того, что можно этот конфликт урегулировать через внутренние политические реформы в самой Украине, путем изменения Конституции, какого-то особого статуса, вот эта иллюзия, она была у западных политиков. Почему? Потому что они оценивали изначально, что это внутренний конфликт, который можно решить внутренними решениями внутри Украины, политическими решениями. Теперь же, чем дальше влез, тем больше понимание того, что это конфликт межгосударственный и никакие внутренние реформы, выборы или изменения в Конституцию не могут нейтрализовать российское влияние в Украине, а только могут его усилить, это российское влияние в Украине. Поэтому все больше и больше понимания того, что Украина не может это выполнить в принципе, что там прописано, так, как трактует эта российская сторона. И начинается конфликт интерпретации российско-украинских этого текста. И Запад, в том числе Германия, они все больше и больше становились на точку зрения, стали лучше понимать украинскую позицию и поддерживать по сути. Где через умолчание какое-то, потому что россияне тоже апеллируют к ним, повлияйте на Украину, она не выполняет минские соглашения, заставьте их это сделать. Но не заставляют, потому что понимают, что заставить не могут на самом деле, потому что уже больше дальше некуда заставлять. Были попытки, мы это все видели, в первые годы особенно. Да, и давайте одновременно, параллельно делать политические реформы, обстрелы проводить и так дальше. То есть это все было, но эволюция, она есть. И она, в принципе, в сторону большего и лучшего понимания реальной ситуации. Теперь о блокаде. Ну, по сути, это все произошло. Я думаю, что это то, что власть решила возглавить этот процесс, это вынужденный шаг, и он вынужден именно из внутреполитических причин. Например? Власть поняла, что она не контролирует процесс, она не контролирует ситуацию в стране, и она вовремя не отреагировав на эту ситуацию, когда она зарождалась, а я хочу напомнить, что 15 февраля, кажется, было первое заседание РНБО, Совета национальной безопасности, посвященное этому вопросу, которое завершилось ничем, оно не приняло никакого решения. Как не приняло? Было же решение РНБО навести порядок и обеспечить бесперебойную работу. Но этого ничего не... Сделано это не было. То есть, насколько я понимаю, проблема в том, что тому, кому поручили, он это сделать не мог, и силовые органы кивали друг на друга, кто этим должен заниматься. В результате никто на себя эту ответственность не взял, потому что все было очень взрывоопасно, и власть побоялась просто задушить это в зародыше. Они побоялись этого сделать, потому что они думали, что из искры возгорится пламя, и можно, в принципе, потерять контроль над ситуацией и потерять власть, по большому счету. Не через выборы, а вот уже тут и теперь, вот сейчас, путем какого-то там военного переворота, грубо говоря, ну, квази-военного. Я думаю, что эти страхи, конечно, ну, это присутствовало, присутствовало, и поэтому они решили, что есть шанс не обращать внимания, и проблема сама собой рассосется. Не рассосалась, ее пришлось возглавить. Это уже последней каплей были решения областных советов на западную Украине и центральной, уже как бы политические манифестации. И тут власть поняла, что она уже ничего не контролирует, просто не контролирует. И для того, чтобы возобновить хотя бы видимость контроля, этот процесс нужно возглавить. Вот когда пьянку невозможно остановить, ее нужно возглавить и таким образом контролировать. Поэтому я думаю, что решение было вынуждено, но оно на фоне, возвращаясь к международному контексту или внешнему, оно было, ну, тоже как бы не в вакууме, не только внутренние причины, но во внешнем интерьере, да, или антураже. Одновременно что происходило? Одновременно российская сторона начала обозначать свои дальнейшие действия, штрих пунктирно, что она будет делать после того, как минские договоренности будут забыты. И что она будет? Первый был указ президента Путина о признании так называемых паспортов так называемых ДНР и ЛНР. Это уже был первый шаг к так называемой предмистрализации или аналогии с Южной Осетией, может быть больше подходят с юридической точки зрения сюда. Это был уже курс на замораживание конфликта. Это уже был курс, что Россия не будет отступать, не будет выполнять эти минские соглашения в трактовке Украины. Потом второй шаг это была вот так называемая национализация предприятий с украинской юрисдикцией на подконтрольной России территории Донбасса. И третий шаг это вот визит Плотницкого и поездка, назовем это так, гражданина Плотницкого или Плотницкого с Захарченком в Крым, в Ливаде. И там уже как бы озвучивание какой-то там интеграции, создание комитета интеграции Донбасса с Россией. Так это называлось. То есть в принципе это вот те три шага, которые доказывают или являются каким-то аргументом в пользу того, что Россия не собирается и не будет выполнять минские соглашения в трактовке Украины, а будет продолжать делать или то же самое, или еще большее. Потому что поскольку за этими всеми делами идет военная эскалация. И она идет. Это логика процесса. Она уже началась и зимой это вот февраль особенно и теперь вот март. И последнее время это особенно стало видно. Украинская сторона обвиняет Россию. Да, вот когда был этот указ Путина о паспортах, первым срегировал Турчинов. Он сказал, что Россия выходит из минского процесса, из минских соглашений. Сразу же в этот же день или на следующий Климкин в Мюнхене на конференции тоже сказал то же самое. Россия выходит это все демарш, Россия выходит из минских соглашений. Это когда только о паспортах начали говорить. Когда президент Порошенко ввел своим указом в действии решение РНБО о том, чтобы возглавить фактически эту блокаду, российская сторона там устами Лаврова или Пескова уже не помню может быть обоих тоже срегировала так же. Они сказали Украина нарушает минские договоренности и фактически в одностороннем порядке оттуда выходит. Что мы имеем? Мы имеем игру состязания на кого переложить, кто на кого сможет переложить ответственность за крах минских соглашений. Вот ключевая суть нынешнего момента. Это значит, что в них уже никто не верит и делают вид очень давно кстати делают вид что они придерживаются обвиняя другую сторону они говорят а мы придерживаемся. Но на самом деле конечно же может быть если кто и придерживается этих соглашений то Ангела Меркель. Это хорошее подведение итогов. Но все-таки вот то что блокада решение о блокаде было принято считаете ли вы ну все-таки смотрите РНБО это люди которые руководят странами члены РНБО это президент он его сглавляет это премьер-министр это спикер это секретарь он был. То есть эти люди, это люди, которые руководят страной. И вот люди, которые руководят страной, принимают решение об этой блокаде. Но ведь мир был удивлен, судя по словам всех участников и президент Европейского Союза, Германия возмущена, Франция возмущена. И вот эта реакция, означает ли это, что Петр Алексеевич берет другой курс во внутренней политике? Другой, пока непонятно какой. Но вот даже если посмотреть, готовится он к выборам или нет? Смотрите, блокада с точки зрения популярности. Скажем, на волне. Он решил ее подхватить. Дальше. Закон о опять квотах. Мы же всегда знаем, когда он поднимается. Правда? О квотах на телевидении. Закон о гражданстве. То есть такое чувство, что президент хочет подгрести, извините за это выражение, за это выражение, под себя патриотично настроенные такие вот там патриотично настроенные граждан. Но зачем-то же он это делает. Вот не просто же так. То есть если он говорит миру, нет, ребята, все, я уже не играю в вашу игру, что я отказываюсь от Минска, даже если я это не произношу, вот получите, и мне без разницы, что вы там удивлены. Вот вы видите в этом, что Порошенко начинает свою игру по направлениям всем, и внешне, и внутренне. Ну, я думаю, что свою игру он давно ведет, именно как свою. И самым главным козырем в его руках он считает, наверное, свою личную политическую хитрость, и что он сможет переиграть всех там, начиная от Путина, заканчивая Трампом, или Мерки, ну, тем более он сможет переиграть внутренних всех своих оппонентов и конкурентов. То есть игра своя у него давно есть, и он ее продолжает вести, ну, корректирует это так или иначе, но вот те решения, о которых вы сказали, как это было воспринято на Западе, да, вот тут президент говорит, что это все, блокада приносит Украине колоссальный ущерб, и это, в принципе, да, много миллиардных даже было сказано. Правда, потом оказалось, что это были цифры, которые предоставил менеджмент ахметовских предприятий, и это были цифры всей, так сказать, имущественной или экономической империи Ахметова, не только той, которая на Донбассе, а в масштабах всей страны. Но, тем не менее, сначала было жесткое неприятие этого момента, и это правильно было сделано, потому что, ну, а иначе это, ну, как бы президент подтверждал бы, что он, да, действительно выходит из Минских соглашений, по большому счету. Позволить себе такую публичную политику, позицию он не мог. Но, что обескуражило и шокировало западных политиков, это мгновенная перемена позиций на полностью противоположную. Это означало, ну, вывод, который сделали наши западные партнеры, что, конечно же, это было сделано вынужденно, и это сделано для самосохранения, во-первых, самого власти, да, и самого Петра Порошенко на этом посту, когда зашаталась ситуация в стране, но, с другой стороны, и это сделано вынужденно для того, чтобы как-то стабилизировать вообще ситуацию и в обществе, и в государстве, да, возглавив протест, мы имеем дело с феноменальной политической технологией, когда президент возглавляет политический процесс, протест против него же, да, ну, вот, это вот метод перехвата инициативы, да, что-то похожее, когда коммунисты поразгласили независимость и перехватили инициативу Уруха, это было начало 90-х, что-то похожее происходило, ну, в таком микромасштабе, конечно же, в рамках блокады, это, так называемое, но, что, самый главный вывод, который был сделан на Западе, это то, что, к сожалению, нынешняя украинская власть не контролирует ситуацию в самой своей собственной стране, и она не может употребить власть, то есть, власти, по сути, нет, да, как механизма, даже не насилия, ну, монополия на насилие, это нормально, да, другой термин, наверное, принуждение, надо сказать, так, власть не может перейти к легитимному принуждению, и, ну, заставить подчиняться хотя бы какому-то закону, вот она не может это сделать в этой конкретной ситуации, это было показано очень красноречиво, поэтому, в принципе, и влиять, и что-то требовать от такой власти, чтобы она выполняла те же минские соглашения, тоже невозможно, потому что она не может этого сделать просто, и, ну, поэтому будут присматриваться очень, еще, еще тщительнее к любым идеям, к любым своим предложениям, что можно сделать и в Украине, в контексте там реформ, может быть реформ, да, или их продолжение, и в контексте всего российско-украинского урегулирования, давить бесполезно, да, вот пришли к выводу, что давить на власть с внешней стороны, из-за границы, уже бесполезно, потому что она уже, ну, как бы не может выполнять свои функции внутри самого государства. И теперь о выборах вы сказали, ну, в принципе, то, что делает Порошенко, его политические конкуренты, которые тоже видят себя как альтернативу ему на политической сцене, они, конечно, будут трактовать, что это подготовка к выборам, эти все действия, но то, из чего я исхожу, что я обрисовал, это вынужденные действия не в стратегическом плане где-то какие-то выборы, а вот тут и теперь уже хотя бы как-то сбалансировать и стабилизировать ситуацию, чтобы не потерять власть вообще без выборов, вот сразу. И я добавил бы еще одно событие, вчерашнее, это называлось Рада регионев, Совет регионов, который был проведен как публичное мероприятие там с тысячей участников, это как бы, ну, вот попытка диалога президента или коммуникации президента с, общения президента с региональной элитой, в смысле представительства там областей, районов, городов, мэров, вот, зачем это сделать? Для того, чтобы восстановить хотя бы какую-то, хотя бы видимость управления процессом со стороны президента, потому что он потерял, к сожалению, инструменты и нити управления процессом внутри страны. И вот он это жестко ощутил. И методом вот этого перехвата контроля над блокадой, да, или возглавляя протест против себя, он пытается как-то вот опять почувствовать, управляет он страной или не управляет. Перспектива выборов это не сегодняшняя перспектива для него. Для него сначала нужно возобновить управляемость процессом, потом он может думать о выборах. Вы считаете это возможно сейчас? Что именно? Ну, возможно вернуть эти нити и управляемость процесса? Я думаю, возможно, но для этого нужно будет власти жертвовать какими-то вещами, прежде всего нужно признавать свои ошибки и делать это публично, потому что и это психологический такой пласт проблемы, но есть еще исключительно такой технологический пласт проблем. Нужно еще и работать с государственным аппаратом. Самое главное, по моему мнению, управленческая ошибка нынешней власти состояла в том, что они решили и руководили, и руководят страной прежде всего, с приоритетом каким, это прежде всего бюджет и финансовые потоки с регионами, городами, с территориями, а с населением через медиа, общение через медиа, через работу с общественным мнением. И совершенно просел и выпал самый главный пласт управления государством. Это управление через государственный аппарат. Государственному аппарату не определялось никакого внимания. И он струх. Люди есть, а власти нет. Кабинеты есть, портреты есть, телефоны, столы рабочие, факсы, с компьютерами. Все есть. И связь между ними есть. А власти нет. А функции это не выполняет. И, наверное, так произошло, потому что у власти на самом верху оказались люди или с бизнес прошлым, прежде всего. В бизнесе по-другому совершенно ведутся дела, чем в госаппарате. И просто не обращали внимания на остов государства, на структуру государственного управления, на государственный аппарат. И не провели, прежде всего нужно было сделать реформу государственного аппарата, а потом все остальные. То есть реформу государственной службы и судебную реформу как регулятора этого всего. А все это не было приоритетом. По крайней мере не с этих реформ начали. И их не завершили. Тем более судебную якобы еще не завершили, но ведут. А по госаппарату сокращать сокращали, а внутреннюю природу не изменили. И это большая проблема с точки зрения управляемости государством. Если это поймут власть придержащая и извиняться и начнут сделать работу над ошибками и начнут исправлять свои ошибки, то шанс есть и будет шанс. Если это не будет сделано, то выборы будут неминуемы, досрочные я имею ввиду, поскольку даже когда президент говорит, что я не подарю вам или своим политическим оппонентам, не подарю досрочные выборы, то его политические оппоненты делают вывод, что не подарит, но будет вынужден это сделать. Потому что последние события, в том числе с этой блокадой на Донбассе показали, что позицию президента можно продавливать. Он продавливаемый. Когда ему деваться некуда, он будет делать то, что ему будут диктовать, возглавляя этот процесс. И потом может сам сказать, что я иду на досрочные выборы, и тоже попытается возглавить этот пелетон, одеть желтую майку лидера возглавить массовый порыв к досрочным выборам. То есть никогда не говори никогда, все может быть, все может меняться, и то, что говорится сегодня, это фиксация ситуации на сегодняшний день. Но она не статична, она в динамике и очень быстрой динамике. Ну вот тут же есть интересный нюанс, когда мы говорим о блокаде, о том, что президент почувствовал, что не контролирует, то есть нужно вспомнить себе, сколько же там было блокадников-то. Ну в общей сложности, человек 200-то их было, не больше. Ну это тоже люди, их тоже можно, ну и нужно понимать. Ну это не оспаривается, конечно. но тут вопрос стоял не в том количестве блокадников, а в количестве сочувствующих этому процессу. Общество в очень значительной своей части, активная часть поддержала эту блокаду. И когда это осознали в администрации президента, они поняли, что бороться с этим невозможно. Это народная, ну как бы стихия, которая идет. Да, там много, как бы, были организаторы, было какое-то финансирование, был политический, как бы, замысел, умысел, сопровождение политтехнологическое и медийное. Все это было, но тем не менее, ком был такой, что он мог нарастить такую массу, что смести, в принципе, даже власть в Киеве, не только там на блокпосту на базе. Ну и вот история с НАБУ, ведь она тоже интересная, правда? Вот если так откинуть массу-массу всяких нюансов, то приблизительно следующим образом Запад продвигает одного человека на аудитора НАБУ, а вот, скажем, власть, ну, наверное, в лице Петра Алексеевича, другого человека. И очевидно, когда смотришь, когда дипломаты иностранных посольств находятся прямо в Верховной Раде и смотрят, что там происходит, с одной стороны, и то, что происходит с другой стороны, ну, это выглядит как, ну, если хотите, вызов президента западному миру, что в конце концов не вмешивайтесь в такой форме, как хотели. Или это мне так кажется? Я думаю вам, ну, возможно, кажется, я вижу в этом другое, как бы еще одно подтверждение раньше сказанному, вот политтехнология Порошенко, перехватить инициативу. Вчера появилась информация от одного из депутатов БПП, внутренней оппозиции в БПП, что президент Порошенко сам хочет от своего имени ввести этого кандидата по фамилии Сторч, о котором мы только что говорили, но, как бы, подавая, что это уже его инициатива. Это тоже способ перехватить инициативу. вот такая вот стилистика вырисовывается новая в политике. Сёрфинг такой на волне, так сказать, или на пене, я бы даже сказал, вот этого всего сбурения эмоционального, стихийного, не знаю, скандального. Ну, что касается самого Набу и аудита, ну, я думаю, что происходит сейчас, почему, это очень сильно политизированный вопрос. Очевидно. Роль аудита в Набу не такая большая, как об этом все, как бы, говорят политики, медиа, и так далее. это аудитор, да, ну, в нашем понимании это аудитор, это тот, который, это что-то среднее между, или и бухгалтер, и юрист одновременно, вот он проводит аудит финансово-хозяйственной деятельности какого-то предприятия. В данном случае это немножко другое, в данном случае это эффективность деятельности самого как бы правоохранительного органа, и не только финансовая, но и не только, ну, и юридическая тоже, но, ну, фетишизирован этот вопрос. Во-первых, иностранцы, да, только, может, по закону выписанному, даже не в парламенте, да, ну, принятому, проголосованному в парламенте, но написанному, наверное, вне парламента, скажем так, да, например, где же? И пролобированному общественными деятелями, общественными активистами, общественными организациями, и частью, частично депутатами, которые являются выходцами из этих общественных организаций или журналистской деятельности, при очень таком тесном патронировании и даже финансировании этого процесса, финансировании от, ну, мы все знаем, что антикоррупционная реформа, создание новых органов, оно, в том числе, и финансировалось нашими западными партнерами, да, и сопровождается, и контролируется, и, в принципе, это детище, да, вот, отдельная какая-то структура борьбы с коррупцией. Что нужно, о чем, о чем забываем мы сейчас, вот, во время этих всех споров, да, что нам говорят те, которые лоббируют, так сказать, своих кандидатов, они говорят, что власть не должна контролировать этот аудит, потому что аудит может снять с работы нынешнего руководителя НАБУ, или сделать какое-то публичное заявление, что работа его была неэффективна, да, а это будет означать, что работа всех была неэффективна, да, и ложная цель какая-то была, и общественных деятелей, и депутатов, которые это поддерживают, и, наверное, даже американского посольства, которое тоже сопровождает этот процесс. Вот допустить такого они не могут себе позволить психологически, поэтому отсюда и накал страстей. Но я думаю, что их побоевания сильно преувеличены. Никакой при хорошей, эффективной, нормальной работе и деятельности этого органа никакой аудитор на себя не возьмет такую ответственность просто-напросто, тем более иностранец. Ну и по большому счету этот орган может работать и без аудитора. Да, это будет невыполнение закона, но вот не может парламент выбрать к счастью или к сожалению именно парламент принимает такие решения, а не какие-то гражданские инициативы или иностранное посольство и даже не иностранное правительство. Ну вот как-то все равно надо приходить к какому-то соглашению, к какому-то компромиссу, чтобы хотя бы собрать какие-то голоса в парламенте за ту или иную кандидатуру. Поэтому я считаю, что это конфликт он безусловно имеет место быть и у него есть свои причины, но по сравнению с другими проблемами, которыми стыкается современная Украина, это не самое главное. Вы сказали найти компромисс чтобы голосовать. Как голосуют депутаты мы уже понимаем. И они же не просто на работу не ходят, мы же это тоже понимаем. Они же не сумасшедшие депутаты. Они просто не приходят потому что понимают, что никакого голосования продуктивного не будет. Я правильно понимаю. Ну вчера были, голоса были, просто не было за кандидата. Ну да. Ну так вот дальше вопрос в чем? Не было решения. Не было решения. Так вот вопрос в чем? Будет новая коалиция слишком, как обещали? И будет ли Гройсман принесен в жертву этой большой, прямо скажем эпохальной коалиции? Ну вы знаете, я думаю, что во власти понимают, что им нужен новый импульс. Вот как это формулируется. Это со времен руководства администрации Борисом Ложкиным такой подход, что все время нужен новый импульс для реформ, для управления страной, для улучшения имиджа или репутации, для новой надежды какой-то. То были иностранцы в Кабмине какой-то новый импульс, теперь потом после Яценюка было новое правительство. Новый, новый, новый импульс. Это в принципе хорошо, потому что новый импульс это новая динамика. Но в этой ситуации получить новый импульс или создать этот новый импульс очень сложно будет. Мне кажется, что тут уже вопрос в том, пойдут ли на то, чтобы дать этой власти новый шанс через этот новый импульс еще какое-то время другие игроки политического. Позволят ли они это сделать? Дадут ли они голоса в парламенте для этого? Ну, например, для изменений в правительстве. Сложный вопрос. Потому что нужно по-новому договориться. А договариваться это идти на уступки. а могут быть такие уступки, которые не будут стоить самого договора. Поскольку я понимаю предложение создать новую коалицию, оно сопровождается предложениями лидеров групп депутатских или партий. Что их группа может или они лично могут в этой коалиции получить и что делать? Какую роль функция будет отведена? Например, Яценюк, как лидер Народного фронта, он видит себя опять премьер-министром. Для него это шанс для реванша. Надо уже теперь показать, что зря его отставляли, он все равно вернулся. Неужели вы думаете, что правда он? Я думаю, что... Ну, понимаете, а почему нет? Ну, вот он был... Он работал в Национальной банке, он работал в Министерстве иностранных дел, он работал премьер-министром. Он ниже уже не будет, не хочет опускаться. Это психология человеческая. как бы, работая генеральным директором, я не пойду потом после этого работать там... В инженеры. В инженеры. Понятно. Конечно. Ну, это понятно. Но будет ли это новый импульс для страны? Конечно, нет. И на это вряд ли, это вряд ли будет поддержано, принесет какую-то популярность этой идеи. Лешко, например. Какое место, если радикальная партия входит в коалицию, какое место может занять Лешко? Спикера парламента. Да? Ну, об этом же писали, помните, откровенно и все. А вы можете себе представить парламент, где спикер является Лешко? И не в том смысле, что он, как он будет говорить там, красочно или там, с какой-то лексикой. Не в этом дело, как он... А в том, как он будет выносить на рассмотрение в парламент разные вопросы. И сколько это будет стоить инициаторам рассматривания этих вопросов? Это тоже никто не может себе представить. Поэтому это тоже невозможно. Лешко мог бы быть каким-то, наверное, новым импульсом для электората. Наверное, вернулся бы интерес граждан к просмотрам телетрансляции сессий, но не более того. Но это был бы полный шок для эстеблишмента. И они тоже не могут себе этого позволить. Поэтому, я считаю, что самый реалистичный сценарий это оставить Гройсмана. При том, при всем, что идет как бы раскачка, что его критикуют, он на себя много брал негатива и уже перестает. Вот как раньше Яценюк перестал впитывать негатив, поэтому его нужно было поменять. Теперь Гройсман перестал впитывать негатив. Он даже не то, что перестал, он изначально не впитывал в себя негатив, поэтому тоже не подходит для этой роли снимать стресс с президента и со всей общественной системы. Отводить этот негатив, чтобы президент перестал впитывать негатив, чтобы процесс пошел такой. Поэтому я думаю, что будут попытки изменения в правительстве на уровне отдельных министров. Но коалиции по большому счету нет. По большому счету да. Парламент функционирует по модели 90-х годов, по старой конституции. Ситуативная коалиция, он функционирует. Вопросы рассматриваются, решения принимаются, по каждому вопросу разная конфигурация. Это модель функционания Верховной Рады 90-х годов и начало 2000-х. То есть ситуативное голосование. Вот оно как-то идет. Чтобы в такой ситуации надеяться на проведение каких-то реформ, тем более радикальных, конечно же нет. В такой ситуации реформы проводить невозможно. Но поддерживать ситуацию в том состоянии, в котором она есть, можно. это уже реакция, реагирование на пожары. Не проектирование будущего путем проведения реформ, изменений, а реагирование, тушение пожара туда-сюда и выпускание пара. Вот в таком режиме, я думаю, до следующих выборов парламент и профункционирует. А изменения будут на уровне министров. До очередных вы имеете виду выборов? Ну, я думаю, что все-таки будут... Когда выборы будут в вашей Я думаю, сейчас, исходя из нынешней динамики, самый вероятный сценарий, по моему мнению, это досрочные выборы осенью этого года. парламентские. Транш МВФ вот что подкачал? Это они на блокаду разозлились? Или все, и блокада, и НАБУ все тут смешалось? Или что же? Прежде всего, конечно, на блокаду как повод, потому что вот они видели одно, готовили документы в пододнице, это все-таки бюрократический аппарат. Ну, и шок от резкого изменения оппозиции властью. Ну, и в принципе, правдоподобное объяснение, что нужно пересчитать. В принципе, правдоподобное. Но, конечно же, очень тревожно, потому что а что будет, если пересчитают? А потом может возникнуть еще что-то и придется пересчитывать опять. А на самом деле вот этот транш нынешний, ожидаемый в миллиард, он большей частью будет его цель, предназначение, для того, чтобы погасить предыдущее долги. Перед МВФ? Да, перед тем же МВФ. Кредит от МВФ в счет погашения предыдущего кредита МВФ. Что переводить? Написали бы «зачли». Совершенно верно. И все к этому идет. Ну, так оно и происходит на самом деле. Ну, можно, конечно, переводить деньги на счета Носбанка в электронной форме, как это всегда делалось. и сразу же их списывать в счет погашения, чтобы не смогли как-то что-то вредное сделать с ними. Ну, вот еще одно ось во внешней политике. Как-то она забывается, но мне кажется, она интересная. Турция, Россия. Там же интересная история с Эрдоганом все-таки, правда? Вдруг Европейский Союз как-то решил поднаказать Эрдогана. Во-первых, они урезали финансирование на их программы по европейской интеграции. Во-вторых, они там, ну, много вещей было сделано. Он сделал резко обвинительные заявления. Вот. И он ближе к России становится или нет? И если ближе становится к России Эрдоган, это что-то значит для нас или нет? Эрдоган ближе никому не становится. Он пытается играть свою собственную игру, балансируя на разных направлениях, разных векторах. Но пока что он достиг только ухудшения отношений с каждым из направлений. На самом деле. У него очень сильно ухудшились отношения с Европейским Союзом, прежде всего с Германией, теперь уже и с Голландией, раньше с Австрией. В общем, в принципе, с христианской или постхристианской цивилизацией. А вы, турки прекрасно давно уже поняли. Их никто в Европе не ждет. И все эти переговоры, которые там больше 50 лет у них, ну, или около 50 лет у них идут, это все, ну, так сказать, ритуал с европейской стороны. Тем более, что и сами европейские общества, они испугались вот этого вот исламского фактора и не только террористического, но и демографического. Вот последнее, что сказал на прошлых выходных Эрдоган, обращаясь к турецкой диаспоре в Европе, что интегрируйтесь, там, занимайте лучшие места в европейских обществах, лучшее, давайте лучшее образование детям, занимайте лучшие руководящие посты в структуре общественной и рожайте больше детей. Вместо трех детей рожайте пять. Это, в принципе, демографическое оружие, это он угрожает, он угрожает европейским политикам, у которых есть, так сказать, свой электорат, и у него есть свои страхи и на этот счет. Поэтому ухудшение, в принципе, налицо, оно в риторике видно. С американцами тоже произошло очень сильное ухудшение отношений из-за вот этого переворота военного, обвинения Гюлена, в принципе, конкурента, наверное, Эрдогана внутри Турции, идеологического конкурента, прежде всего. И требование его выдать турецкой власти, что американское правосудие в принципе не может, ну, система не может это сделать, потому что Турция, в принципе, идет к референдуму вот в середине апреля будет референдум о реформе Конституции, переход на президентскую власть, это единоличная власть будет Эрдогана, который говорит, что сразу же он подпишет указ о смертной казни. То есть, ну, делать такие вещи тоже, тоже американцы себе позволить не могут, и это конфликт уже с американцами, и с Обамой, и теперь он как бы продолжается. Ну, а с Россией тоже сбитые самолеты, убитый посол, это тоже не улучшение отношений, это ухудшение отношений, при том, при всем, что нужно потом ездить, нужно встречаться, заглаживать эти проблемы, проблемы, и выглядит так, что Турция Эрдогана, пытаясь, так сказать, обрести свою собственную отдельную суверенную субъектность, она сейчас на том этапе, когда поссорилась со всеми остальными, и имеет ухудшение отношений. Ну, а Украина на этом фоне выглядит лучше, поскольку Украина не является конкурентом Турции в геополитическом плане, есть возможности для налаживания какого-то сотрудничества как в политическом плане, так и в экономическом, и в военно-экономическом сотрудничестве в ВПК, ракеты, космос, все дела. И тут плюс крымский фактор, крымские татары, какие-то могут быть идеологические объяснения этому новому союзу. Я думаю, что турки, конечно же, боятся Путина, боятся российской стороны, боятся ядерного государства, тем более имеют проблему в Сирии, непосредственно связанную с присутствием российских войск уже в Сирии. Им нужно делать какие-то жесты, шаги примиренческие по отношению, сдерживать, так сказать, Россию от каких-то жестких, агрессивных, может быть, даже шагов по отношению к Турции. Они это будут делать. а то, что в этом процессе Эрдоган пытается копировать Путина, ну, это уже вопрос политической стилистики. Это уже его внутреннее, так сказать, внутреннее, наверное, внутренне психологическое или личностное. Ну, правда, ведь читается, Читается. Внешний враг, общий мир. Но два Путина это уже много, да, для мира, тем более соседних государств. Тут это не сближает их на самом деле, а усиливает конкуренцию. Ну, еще один вопрос, не могу пропустить, вот Белоруссия, Белоруссия, извините, там же очень интересная ситуация. Ну, мы помним, что интересный был повод, да, когда там боевиков задержали, и Лукашенко сказал, что их тренировали на территории Украины, что он будет разбираться, кто тренировал и что это за люди, и так далее. Вот, не кажется ли вам, что в Белоруссии начинается тоже какая-то раскачка режима, и если так, то кто его качает, кто его трясет? Ну, я тоже думаю, что Белоруссия теперь это слабое звено, и трясет его от того, что, ну, самая главная прежде всего причина, да, у Лукашенко был такой общественный контракт, договор с обществом, что он обеспечивает им какой-то определенный уровень бедности, ну, или равности какой-то, то есть социальный уровень, социально-экономический, что можно прожить обычному простому человеку на какие-то достаточные деньги, ну, не шиковать, там, без роскоши, но, тем не менее, как-то прожить. Это все базировалось на эксплуатации российских энергетических ресурсов и российского рынка для белорусской промышленности, то есть, это было завязано все равно на российскую экономику, а мы, а она сейчас в последнее время очень сильно проседает, да, падение цен на нефть, там, какие-то санкции антироссийские и так далее, и Лукашенко уже не может поддерживать тот экономический уровень жизни для белорусского общества, и этот контракт постепенно тоже разъедается, да, начинаются какие-то ну, такие глупые идеи, где взять денег, вот, например, указ президента Лукашенко, декрет там называется, о том, чтобы, о тунеядцах, о людях, которые якобы нигде не работают, наверное, они работают в теневой экономике, но они так думают, Лукашенко или авторы этого декрета, их нужно тоже обложить каким-то налогом, там, 200 долларов, по-моему, да, в год, они должны заплатить и не работать, да, да, но это не понравилось, это не понравилось очень многим, вот, и начинается вот такое брожение в обществе, там не столько это были протесты самих тунеядцев, сколько политические, форма политического протеста против, ну, глупости власти, скажем так, ну, и кто, кто расшатывает, расшатывать, заинтересован в расшатывании ситуации, может быть, тот, кто, в принципе, заинтересован в расшатывании всей мировой ситуации, кто этим занимается, этим занимается Российская Федерация, на самом деле, это в их интересах создать ситуацию нестабильности везде, для чего, во-первых, для того, чтобы зацементировать стабильность в самой России, они так думают, что чем больше нестабильности, негативных примеров по периметру границы российской, тем больше потребность в сохранении режима Путина у российских граждан, у российского обывателя. По принципу, нет, другого человека нет, кроме Путина, кто же еще нас убережет, наверное. Ну да, какой-то полюс, ну не знаю даже, не полюс, а стержень какой-то должен быть, вокруг которого будет эта вся нестабильность вращаться, но без стержня это еще, так сказать, вообще непредсказуемо, что будет, распад полной мировой системы. Поэтому, я думаю, что давление, во-первых, военное, российское, оно будет увеличиваться, будут попытаться проводить общие военные учения на территории Беларуси, потом оставлять этих людей, не выводить после учений. Накопили, в том числе, военные силы на границе с Беларусью, Смоленская, Брянская область, это угроза и Украине, и Беларуси. В принципе, форма такого контроля над Беларусью, чтобы Бацико не убежал на запад, например. Как играл, пытался Янукович играть на балансе, сейчас пытается играть Лукашенко, но заигрывая, в том числе, прося кредиты западные, появляется какая-то альтернатива российскому влиянию. Это все тоже очень ревностно воспринимается в Кремле. Ну вот Беларусь сейчас под очень большим риском внутренней стабильности. Помните, была же длинная пресс-конференция Лукашенко, и он там несколько раз посмотрел, пока я здесь, тут у вас все хорошо. Аналогичный случай, да, Путин это Россия, а Лукашенко это Беларусь. И ничего, не будет Путина, не будет России, не будет Лукашенко, не будет Беларусь. Ну, Путин поменяет Лукашенко? Вот, как вам кажется? Вот он заинтересован в том, что поменяет Лукашенко, потому что, ну, скажем, хочется большего влияния России на Беларусь. Я думаю, что Путин хочет контролировать Лукашенко, а вот когда он его поймет, что он его не контролирует, тогда он будет заинтересован его поменять. Возможно, он это уже понял. И ему нужно контролировать Беларусь как западное направление. Наступление вероятного противника со стороны НАТО, грубо говоря. Я утрирую, конечно же. Но такие страхи культивируются в России. И ему нужно будет контролировать эту территорию. Самый эффективный инструмент контроля, которым россияне пользуются, это управляемый конфликт. Вот на Кавказе это Осетия, Абхазия. Тут у нас теперь Донбасс. Там Приднестровье раньше было. Это все технологии управляемого конфликта. Где Россия играет роль стабилизатора. Я не исключаю, что такая сумасшедшая мысль может прийти. И идея такая сделать то же самое в Беларуси. Тем более, что она очень напоминает Украину в этом плане. Есть географическая поляризация на Запад и Восток. И она и исторически обусловлена, и религиозно обусловлена. И даже теперь уже в плане языка какая-то новая волна возрождения моды на белорусский язык. На какие-то белорусские вышиванки. какие-то орнаменты. Это все появилось. Это веяние последнего времени. У нас оно буйным светом светет. А там только пробиваются первые паростки, лепестки. В общем, трава. Ростки. Правильное слово. Первые ростки. И сыграть на противоречии за католического или посткатолического Запада и российско-православного Востока Белоруссии могут технологии, конечно. Ну, создать из ничего какой-то внутренний конфликт. Но Лукашенко, фигура Лукашенко, она как бы паразитирует на том, что он стабилизатор этой системы. Не будет Лукашенко, будет внутренний конфликт. Вот на этом играют. Но Лукашенко не вечен, и Путин не вечен, и вообще ничто не вечно под луной. Поэтому процессы будут идти независимо от того, желаем мы лучшего или худшего, или хотим оставить все как есть. Спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Я хочу напомнить, что Владимир Горлович был сегодня у нас в прямом эфире. Эксперт Института Евроатлантического Сотрудничества. А вы, пожалуйста, оставайтесь с нами. Это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем прямые эфиры. Владимир, спасибо огромное.